ребят всем привет вы на канале парни из камня меня зовут антон и мы говорим о ремонте и отделки основной посыл основная наша задача естественно это рассказывать как можно сделать ремонт в квартире своими руками я надеюсь мы с успехом это делаем но помимо этого канал все-таки растет я считаю наши задачи это познакомиться с новинками из мира стройки рассказать о материалов максимально много познакомить с новыми брендами а также показать разного рода инструменты вот последнего инструментов на канале достаточно много партнеров у нас хватает на рынке очень много хорошего инструмента но в сердце каждого мастера девочка всегда найдется место для любимой марки как ни странно многие возможно сейчас меня упрекнул моей любимой маркой является крафту не самый топовый бренд абсолютно но безусловно довольно качественный инструмент мое знакомство началось за далекие-далекие года с ножниц они действительно очень хорошие потом были рулетки шпателя в общем любовь моя шла через года если был выбор между крафтул и не крафтул я всегда почему-то выбирал крафтул ну вот так вот все мы устроены к чему-то привыкли под что-то заточились и все например юрок я точно знаю любит гросс увлекательная история нам немного повезло и мы познакомились с ребятами из интернет-магазина инструмента мани которые и тем и другим брендом в общей массе прочего инструмента занимаются они не настолько раскручены как их прямые конкуренты но все же отношение к делу планы на дальнейшее развитие коммуникации лично меня подкупили теперь это наш новый партнер я надеюсь сотрудничество будет долгим и плодотворным для меня на самом деле в переговорах с новым партнером есть два важных фактора насколько такой партнер подтолкнет канал вперед в развитии а также насколько это будет выгодным и может ли это быть выгодным для наших зрителей это всегда обсуждается я покупаю вам не нужны паров и нам не правы вы поверите мне на слово и теперь у зрителей нашего канала есть свой личный промо код для сайта инструмента манья гай стон в описании под видео и обязательно его еще отдельно пропишу потому что орфография в случаях с промо кодами очень важно что дает и как он работает на сайте инструмента мани в каждой карточке товара есть определенная градация цен то есть обычная цена по моему малый опыт средний опыт и крупный опыт наша цена третья то есть средний опыт это не так уж и мало я вам честно скажу единственное но что проценты по брендам по категориям немножко разнятся и поэтому фиксировано какого-то процента там не будет надо все-таки немножко высчитывать или в корзине посмотреть потом общую скидку зато этот промо код будет много раз поэтому вы сможете бесчисленное количество раз по нашему промо коду или с ним в общем закупаться вот такой вот подарок от нас нашего нового партнера пользуйтесь ребята как всегда души почему мы так долго вкатывать сегодняшнее видео вкатывали скатывали скатывали все потому что мы эту тему уже какое-то время назад показывали это был большой видео о монтаже межкомнатной двери сегодня мы просто вырежем фрагмент для вас для тех кому эта тема нужна и поместим вот так в середину сегодняшнего ролика я надеюсь начало как-то вытерпели а теперь давайте посмотрим саму установку теперь будем измечать петли а заодно и длину коробки петлю будем делать от верхнего и от нижнего края расстояние 20 сантиметров берем рулеточку отмечаем прикладываем петлю по нашей отметочки держим ее и можно нарисовать заодно нарисовать и где будут нас дырочки под саморезы и обязательно нам нужно отметить маленькие черточки с другой стороны полотна чтобы перенести на коробку делаем теперь то же самое с другой стороны 20 от края черточку обрисовываем и отверстия убираем и переносим на другую часть ладно готова теперь прикладываем саму коробку и вложили и самое главное технические расстояния здесь у нас будет лежать петля то есть наша техническая будет стоять два с половиной миллиметра то есть толщина петли то же самое делаем сверху прикладываем петлю и выставляем чечнический зазор то есть он должен быть два с половиной миллиметра как петля есть и вот эти черточки которые мы сделали на полотне мы их переносим на коробку раз-два то же самое с той стороны раз-два теперь карандашиком отмечаем на коробке не из двери и потом уже прибавим либо 15 либо 20 миллиметров сколько нужно зависимости от ваших полов на дверное полотно мы перенесли отверстие под петли теперь на сторонку мы отмечали сбоку наши черточки карандашиком вот они переносим их сюда и по этим отметкам прикладываем петлю вот раз отметка там другой стороны и теперь рисуем дырочки уже зайдет внешне и то же самое с той стороны переносим отметки 1 и главную петлю фиксируем и обрисовываем и давайте теперь между делом закрепим петли да и крепить петли естественно лучше зверное полотно теперь петля обратите внимание здесь есть фаски поэтому не перепутайте не поставить и не так а именно фасками к себе то же самое с той стороны так вы относитесь к себе так так Осталось нам закрепить отверстие и закрепить полотно вместе с петлей коробки. Поехали! Сверху насквозь, не боимся. Тяжело насквозь, не посмотри. Все же вот и на то же самое. Ну что, ребята, давайте аккуратно все навешиваем полотно и будем крепиться. Шкаляем петлю и прикручиваем смотреть заранее вырезанные отверстия. Десять. 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 Я думаю, это вполне тянет на шедевр. Все, ребята, на этом выпуск потихоньку подходит к концу. Пользуйтесь нашим промо-кодом на сайте Инструменты Мания. Надеюсь, и тема про петли бабочки вам сегодня зашла. С вами был я, ИП Коробченко. Делайте своими руками. Делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. Кстати, во вкладке «Сообщество» я оставил устные сообщения. Видео на эту тему я записывать, если честно, не хочу. Есть у меня мечта, можно сказать, это наше общее место с Максимом. Докупить железо, улучшить, скажем так, аппаратуру и начать не только снимать видео, но также стримить, отвечать на вопросы наших подписчиков, зрителей. А в идеале, вообще, я не знаю, насколько это возможно, организовать также трансляции с наших объектов. Я думаю, это будет интересно, не знаю, есть у кого-то, нет. И поэтому, естественно, уже средства. Сейчас я оторвать из семейного бюджета ничего не могу. В следующем году вроде хотел что-то организовать, но сейчас, как видится, вряд ли не получится. Поэтому открыл страничку на донат Алерса, где можно помогать рублевому каналу. Донаты там всего 10 рублей, в большей степени даже можно сказать чисто символически. Бонус от нас будет, скажем так, голосование прикручено к этим, скажем так, донатам. Голосование там, по-моему, 10 тем для видео. Эти все ролики уже отсняты, они у меня лежат на полке с прошлого объекта. Просто я, естественно, не могу все выкладывать за раз. Мы постоянно снимаем что-то новое. В приоритете всегда будут выпуски, где участвуют наши партнеры, где есть продукция рекламодателей. Также серийные выпуски, где тема разбита на несколько частей, надо, чтобы все показать, уже какую-то часть выкидывать. А все одиночные видео или темы, которые не очень, казалось бы, интересны, они лежат на полке. У каждого из нас есть какая-то тема, которую мы хотим увидеть. Уверен, что у вас что-то такое есть, что вы хотите от нас, чтобы мы показали, а, возможно, это даже отснято. Поэтому можно немножко вкинуться деньгами, можно проголосовать. Победивший выпуск в этом голосовании будет, скажем так, вне очереди в следующем месяце на канале выложен. Потом обновляться, я думаю, голосование будет, и в следующем месяце будет выходить следующий победивший ролик. Может, никому это не будет интересно, а может быть, все-таки когда-то это пойдет. Ну, не знаю, я думаю, это должно быть, потому что, ну, как-то зрители должны в какой-то степени, ну, интересные выпуски для нас обозначать, а мы должны, в общем-то, и подстраиваться иногда под ваши нужды. То есть это какой-то взаимовыгодный будет, возможно, сотрудничать. Отвечения активно. Продолжение следует...